Я должен сделать интродукцию от испытуемого. Я с большим трудом согласился на эту съемку, потому что, в принципе, считаю, что огромное большинство разговоров об искусстве ну какого-то содержания особенного не имеют. Есть одно очень высказывание, не помню кого, какого-то очень значительного режиссера, который перед началом работы собирал трупы и задавал всегда один и тот же вопрос. Чем будем удивлять? Вот для меня сейчас этот вопрос стоит. Все зависит будет от вас, будем ли удивлять кого-то или нет. Ну, папа железнодорожник погиб во время войны. Мама – воспитатель детского сада. После войны работало тяжело, двое детей. И, соответственно, время послевоенное. Военного голода я не помню, но я помню послевоенный голод, который был для низов общества в 1947 году в Ленинграде. Два образования. Первое образование – арктическое училище, которое помещалось ныне в Константиновском дворце. Когда я прихожу туда на экскурсии, я думаю, похорошел дворец, похорошел. А самое главное, что тут небольшое помещение, которое осталось еще из древних времен, где были наши кубрики, это морское училище было. Там сейчас гостиница высшего класса какого-то. Представляете, какая биография жатейская? Ну, а потом, когда я понял, что моя профессия первая, ну, явно не ко двору по моему характеру, стал интересоваться как бы искусством. Перебивался сначала профессионально от ассистента-оператора, ассистента-режиссера, режиссера на телевидении. А потом повезло поступить во ВГИК. После этого, наверное, фильм. О, это было задолго до меня. Это я знаю только как мифологию определенную. Так, по разговорам, по разговорам артиста в студии киноактера, это где-то было, наверное, сразу после войны, потому что были такие обстоятельства, были артисты театральные, артисты киношные. Кинематографические артисты, они при студии состояли в штате. И вот для того, чтобы их занимать в момент простоя, организовали для них дубляж. Вот это точно было где-то, видимо, после войны. Начинался как очень новый, очень творческий процесс. И я их не встретил, почти никого не встретил, но рассказываю, что это были просто магикане какие-то, которые относились к этому, как впоследствии я старался относиться, как к чему-то очень скромному, но очень серьезному и ответственному. Дальше я могу говорить только про то, что застал сам. Попал случайно, потому что претендовал на постановку. До этого я снял картину, которая не шибко мне нравилась самому, что огорчительно, естественно. Ну и пока я пытался искать сценарий, который бы я понял, что он будет лучше, чем предыдущая работа, то таких сценариев всерьез на студии из 20 фильмов, которые она снимала, ну так, в моей оценке, было штук 5, не больше. Ну, естественно, добиться такого у меня не удавалось. И люди, которые сочувственно сказали, ну пойди попробуй, это же все-таки тоже режиссура. Зарплата будет? Когда я пришел туда, это для меня был момент полной растянности, потому что я не знал, не знал этой специфики, не знал сложности работы. И когда я сделал первую картину, я шел на худсове с полным ощущением, что меня сейчас разнесут в прах и, наверное, будут правы. Но ничего, все прошло. Затем я перерасходовал несколько сметов, на одну смену больше работал, хорошо старался сделать. А окружение, ну, везде конкуренция, в творческой среде тоже. И окружение, так сказать, ну, как-то не хотело расширения штатов. Я понимаю, потому что работы было мало. И была ситуация для меня довольно печальная, потому что собрали партийные собрания. Я с никоим образом не пытаюсь ругать советскую власть. Она точно была лучше, чем сегодняшняя. И не будучи коммунистом, меня пригласили, предъявили мне вот эти обвинения, справедливые, с точки зрения экономики и права. Ну и сказали, ну, ладно, наверное, все-таки вам лучше идти искать сценарий для съемки фильма. Ну, тут опять неожиданность произошла. Пришла картина моего сокурсника, друга моего литовца, Гитиса Лукшуса. Его картину он снял у себя в Литве. И прислал телеграмму на студию. Хочу, чтобы делал дубляж еще раз. Так что вот так немножко не отодвинули меня. И поскольку, сами понимаете, я вообще ответственно относился, тут свой друг, то... Ну, ничего вроде получилось. Мне сама уже не очень страшно было, не очень стыдно. Тут смысл-то вот в чем. Когда приходилось уже потом, когда я окреп, и приходилось встречаться с режиссерами, которые приходят, как и я в свое время, первого раза делать картину, то такие вопросы возникали, спрашивали у меня, в чем суть-то. Но тут можно говорить либо конкретно, опираясь на конкретного артиста, которого пробует. Можно сказать более обобщенно. Вот некоторые люди теоретически настроенные любили говорить, что это как бы перевод поэзии на другой язык. Ну, красиво. А есть еще для меня, вот, например, еще такая, есть аналогия, она не совсем может быть понятной людям, но как-то, поскольку я люблю музыку, то она, ну, как бы имеет право, эта аналогия. Вот есть записи. Записи, вот, например, Арам Ильич Курчатурянцев, совершенно потрясающий композитор, записал свою музыку с лондонским симфоническим оркестром. И я вдруг представился, и представился, и он сказал, что его снимают в этот момент. И на экране прислали изображение Арама Ильича, который дирижирует, а музыку не прислали. Запись, фонограмму не прислали. И ставится такая задача, сыграйтесь со своим оркестром так, чтобы это было как бы исполнение Хочадуряна. Вот до некоторой степени такая аналогия. То есть артист, в принципе, ну, почему артист, подходит или не подходит, это же большая проблема. Ну, во-первых, есть тембральная заданность, потом есть моторика у артиста, речь, особенность. Если он говорит очень медленно, а надо дефиниса озвучивать, ну, это явно не подходит. Но это чисто такая, ну, как бы ремесленная сторона дела. Вот на что я тратил много времени и получал много разных и положительных, и отрицательных оценок за мой метод работы. Это было... Вот наглость на себя берешь, ты же не общаешься с режиссером, который снимал эту картину, но ты смотришь вот на это кольцо, кусочек изображения, которое нужно озвучить, и ты видишь характер этого артиста, манеру произнесения, суть того, что он делает. Но там есть у любого хорошего артиста всегда есть подтекст. Всегда есть что-то такое, что у него в голосе выражается. И вот если артист это не чувствует, или не может, все, это плохо. Артисты разделяли, в принципе, на две категории, которые не хотели это чувствовать, и тогда вот такого рода режиссер. А как я не подходил. Выслушивал иногда определенные нелестные высказывания. Но если артисту нравилось это, если он понимал, что он делает нечто большее, что он приготовил, то это искусство. Тогда это искусство. Ну, если картина, откровенно говоря, плохая, и там все затянуто, и ты как режиссер нагло понимаешь, что это будет лучше, если побыстрее все это будет происходить, то это нормально. Но если картина... Ну вот у меня был случай. Мне предложили дублировать картину Вайды Барышни и Звилька. Картина сделана оператором фантастически. Оператор музыка. Картина на музыке вся. Звучит музыка Шамановского, совершенно фантастическая музыка абсолютно. И там... Но там ничего нельзя трогать, если ты понимаешь, что это варварство. Если ты будешь что-то... И приходится предписание 900 метров убрать. Я позвонил в Москву, сказал, ребята... Да нет, у нас стандарт... Ну, на самом деле был стандарт времени проката на сеансе. Но отказался. Ну, сделали картину. Без меня сделали. Но, слава богу, потом, когда... Вся эта жесткость... Цензура только в этом и заключалась. Больше в Дублежине никакой другой цензуры не было. А потом времена немножко переменились. И кто-то сообразил, что это все-таки было совершенно варварство. Вернули все эти... Все вырезанное и дозвучили. Артисты студии киноактера там, естественно, как всегда бывает одна компания, другая компания. Ну, то есть, это же не кроме интриг, это еще и творческое соединение. И вот актеры, которые поняли, что им интересно со мной работать, стали ко мне приходить. Вот тут будет какая-то реорганизация, будет меняться, и вам надо быть художественным руководителем. Я совершенно безосяглого окества, зная свой характер, же сказал, ребята, это совершенно не для меня абсолютно. Потому что не только желания, а наверняка и умения в этом деле нет. И на самом деле, для того, чтобы быть художественным руководителем, надо быть дипломатом. Надо вот так сказать нет, чтобы человек не понял, что ты ему сказал нет. Не наделен такими способностями. И отказался все-таки, артистам отказал. Тогда позвали меня в дирекцию. И сказали, совесть есть, Валерий Георгиевич? Я, скажем, была бескурожен, начальство тебе такие слова говорит. А потом объясняют. Вы сейчас имеете полную свободу в выборе актеров? Полную. Из Москвы дают вам право выбора? До этого нельзя было из Москвы вызывать артистов. Да, могу. Ну, теперь вот возьмите за дело и помогите другим приобрести эту свободу. А потом, потом, та часть, которая была недовольна такой позицией, устроила мне веселую жизнь. Там, Дастин Хоффман, это, по-моему, был на светлой памяти. Юра Демич, Галя была, Чигинская мастер, выдающийся. Мэрион Стрип озвучил, но там самое главное не это было. Хотя, ну, сами понимаете, такого рода актисты, там, естественно, там самое сложное было ребенок, там мальчик маленький. Это такой мальчик, на которого смотреть было интереснее, чем на Мэрион Стрип. Это точно совершенно. И самое главное, вот это вот к тому, как смысл в дубляже найти в характере человека. Мальчик абсолютно не инициативный на экране. Вот такой в себя ушедший, не эмоциональный, абсолютно. Дружок, он говорит, дед. Папа. Ну, вот это так, говорит, это дед. Что начинаешь понимать, что это сидит, бог знает, кто это сидит. Это, это не знаю, это гений какой-то маленький сидит. Вот была проба, ну, всех, кого, человек 20. Ну, понял, что если не будет соответствия, будет провал абсолютный. Пошел сам искать по школам. Нашел мальчик на Петроградской стороне. Трудно было, очень трудно. Он не такой мальчик, он немножко старше был, лет 9. У тебя рука вспотела, когда мама вернется? Скоро, ведь я тебе уже сказал. А она придет забрать меня из школы? Возможно, если нет, то я приду. А вдруг ты забудешь? Не забуду. А вдруг ты попадешь под машину и умрешь, тогда кто меня заберет? Тогда мама тебя заберет. Ну, там это очень трудно было. Это очень трудно было, потому что, ну, конечно, при всей, мальчик интересный пришел, но он другой человек. Вот в этом и сложность дубляжата. Другой человек на экране. А ты должен остаться самим собой и как бы им в то же самое время. Ну, вот получилось. Ну, а я почему его вспомнил? Потому что это редкий случай моей биографии с нескольких студий меня разыскивали и спрашивали, не отдадите ли этого мальчика? А что, мне его отдавать? Папе с мамой позвоните, договоритесь. Это, это невероятно сложная была работа, невероятно сложная работа, потому что там вот эта лучшая американская начинка кино, там характеры, там драматургическое столкновение, там своеобразие речи какой-то. И пока я не уловил Шакурова, я четко понимал, что будет полный провал. И Сергей Каемыч, это, конечно, это уникальное. Уникальное явление просто. Это вот человек, который он не творчеством занимается, он из себя вынимает что-то такое, но вообще, я тебе скажу, вот на меня часто жаловались за то, что я очень мучаю артиста. Да не потому, что мучить хотелось. Все по характеру режиссера, он же лентяй. Ему нравится, как зрителю, получать удовольствие. Вот если артист говорит так, что себе нравится, все больше не надо, спасибо. Так вот, Сергей Каемыч, это было так. Но сегодня вы здесь закон. сегодня вы закон. Никакая-либо книга, ни адвокаты, ни статуя правосудия, ни величественные судья. это все только символ нашего стремления к справедливости. А вот так. Но ведь существует. Хорошо известные истины, следовать которой просто. Живи, словно ты веришь. И тогда ты обретешь веру. чтобы поверить в справедливость. Нам надо в себя надо поверить сначала. И поступать по справедливости. Я верю в справедливость. живет в ваших сердцах. Я сдавал вердикт. Сдавали, возили в госкино, и там начальство смотрело, категорию давало. И такой человек довольно для меня один из начальников. Он такой был для меня немножечко опасный, потому что я с ним вступал в споры бесконечные по поводу сокращения и все прочее. Но он такой же зритель, как и я. Он увидел, говорит, Валерий Геонкин, я смотрел оригинал, чуть не спал, а тут не заснешь. Так что вот такие комплименты редко бывают. там все достаточно в отличие от этой предыдущих картин, там все достаточно понятно и просто, и особенных глубин никаких нет. Там было сложно потом на перезаписи, когда мы сводили их фонограмму с нашей речью. Леонид Шумячев, светлой памяти звукооператор, там был. у каждого специалиста в кино своя направленность. Вот с композитором, помню, столкнулся, который писал музыку для картины. Хороший композитор. Можно я к вам приду на перезапись? Перезапись это сведение музыки и всего остального говорят. Как я могу сказать композитору, тем более народному артисту, не приходите. Так вот он пришел, сел за моей спиной и все время мне говорил, громче сделайте. Ему объясняют, что не надо здесь громче абсолютно. В ущерб даже музыке, не только картине, если она будет давить все остальное. И вот так так вот было на этой картине. Он все хотел, чтобы вот его фонограмма, русский текст, читался дословно, ну как на радио. А там это не надо. Там во время этой гонки, во время этой суматохи не кричат динамики какие-то откуда-то чего-то, шум какой-то. И если голоса пропадают, то это даже хорошо. Ну пришлось со звукатурой там бороться, но потом не доволен. Ну понимаете, Караченцев это счастливый случай, они оказались в Ленинграде, и поэтому позвонили и пришли. Ну что там говорить, когда мастера приходят, это вот когда уже как зритель сидишь. Хотите повторить сегодняшний успех? Я просто обязан его повторить, друзья. Я ложусь спать в 10, а встаю ежедневно в 7 утра. Это кошмарно! Лопион, который просто моя любимая актриса, и, к сожалению, большому в кино обойденное, потому что актриса совершенно потрясающая, на мой взгляд. и поэтому, конечно, всякий раз, когда это удавалось, это было удовольствие. С Голобородчиком было немножко сложнее, я помню, я даже не помню, кого, чтобы не обидеть, да я и не помню. Пробовала, не было совпадения с тем, и как-то, я помню, сидели с одним режиссером, который к нам пришел случайно, поздно-поздно сидели, я говорю, не знаю, что делать, никак. Он посмотрел картину, он говорит, позови Голобородчика. А я Голобородчика так по экрану-то знал, и мне казалось, что это не очень. Ну, мэтр советует, а делать нечего. Пригласил. Приехал человек, это вот из тех людей, которые, которые соединяют работу, талант, скромность. Одно из самых приятных впечатлений, короче. Я не знал, что он имел дело с такими опасными людьми. Вы не преступники, а Чарли не неудачник. А я этого не говорил. Но я знаю, что именно так вы думаете. Я только хочу сказать, что если бы вы были настоящими американцами и не забывали главное, то ничего не случилось бы. Федора, это было интересное явление. Это такая, немножко такая, для публики, картина с элементами такого детектива из актерской жизни. там по сюжету старая актриса, не желая показываться публике в зрелом возрасте, сгинула на какой-то островок, который она купила там на свои предыдущие доходы, а выдает себя публично, ее дочь за нее. Вот эта интрига, конечно, была очень интересная. Но там, там было, там было очень интересно, потому что, ну, там работал мэтр Кирилл Юрьевич Лавров, тот уж говорит не о чем. И там работала Зинаида Максимовна Шарко. Вот у Шарктриса, такая трейса. Она без скандала не может. Так сколько, вы сказали, там было? Я ничего не говорил. Сто долларов. Она на что их потратила? На фотопленку. Странно. На пленку? Дороговато немного. У нее нет фотоаппарата. И когда были моменты смешные, когда, ну так, с мэтрами так запросто нельзя, и когда я чувствовал, что мне, ну, как-то чего-то не хватает из того, что они делают, то я провоцировал Кирилл Юрьевича, давайте я с вами какую-то реплику там кушать подано, запишу и буду всем говорить, что я с Лавровым работал. Вот такой, такой, может, Кирилл Юрьевич поднимался, поднимался и творил. Нет, это хорошая, интересная работа была. Вот это был момент, сейчас начну квастаться, сейчас все, наверное, очень нехорошо, но, с другой стороны, что было, то было приятно вспомнить. Это был тот вариант, когда там Аля Гиннес небольшую довольно роль играет. Артист фантастический, просто. Вот это магия. Он сидит в какой-то челме, какой-то такой неяркий, неострый. И в манере речи есть нечто такое, что, ну, точно, неповторимый характер выдаёт. Ну, кого я только не пробовал, абсолютно. Ну, никак, никак. Ну, я помню точно, хорошая картина, какие-то премии там получила, это тоже ответственно. Пошёл к директору, пришёл молодой директор, который финансами заведует. Я говорю, надо кого-то вызывать. И тут мне говорят, Смоктуновский. Ну, я позвонил Анкете Михайловичу. Хорошо, приеду, приеду. Но когда выходит гений в павильон, то ты встаёшь по стойке смирной и не знаешь, как себя вести. Мила всём улыбается, раскланивается абсолютно, так сказать. Потом садится на диванчик, снимает ботинки, надевает тапочки. Где-то вот. Ну, что вы хотите? Я говорю, ну, посмотрите. Даю это кольцо с этим, с Геннесом. Он так смотрит и говорит, ну, давайте. Да когда он заговорил, да был тихий ужас. Это хуже, чем все те артисты, которых я отверг до этого, абсолютно. И что делать? У меня шок абсолютно. Потому что, ну, что делать? Я не могу сказать, Анкете Михайлович, не подходите. И молчу. Я сижу и молчу, не знаю, что говорить. Он так от микрофона поворачивается. и говорит, еще раз запишу. Сам мне, я ничего. Я говорю, давайте, давайте. Записал еще раз. Лучше, лучше. Но не идеал, далеко не идеал. Поворачивается ко мне, говорит. Потом говорит, вы говорите, говорите. Говорите, чего сидите там. Но я так к нему подошел и говорю, ну, вы понимаете, что я говорю, глупости такие, которые мне крайне видны абсолютно. Но, видимо, артисту это надо. Потому что я имел наглость маленькие роли сам озвучивать. Я уже не понимал, что я делаю. Когда я сижу и слушаю со стороны, я точно понимаю, чего я хочу. А когда я произнесу сам слова, как артист, у меня уже оценки такой нет абсолютно. Ну, в общем, короче, записали третий раз. Вас устраивает? Ну, я уже вошел во вкус, раз уже можно, так сказать, выжимать соки. Я еще стал, вот это, вот это надо добавить, это добавить. Ну, с третьего гольца пошло как по маслу абсолютно все. Мне казалось, вам нравился Азиз. Вероятно. И вас не волнует его судьба, вам безразлично, что с ним будет? А для чего волноваться? Разве от этого что-нибудь изменится? Есть судьба, и она все решает. Судьба, карма. Совершенно верно. Мистер Филдинг, все мы лишь часть узора, который мы не в силах постичь. Закончили работу, небольшая работа. Ну, как всегда, артисты, ведь тем более, такие мэтры, они живут щедрые, добрые. Прощается, совсем с группой распрощался, мне ручку пожал, с улыбкой сказал, что это совершенно потрясающая встреча. я ему тоже улыбаюсь, знаю, я уже актерские, актерские повадки. Прошло недели три. Иду по двору студии, и идет Иннокентий Михайлович. Я думаю, он же забыл, наверное, уже, что я буду, так сказать. Я делаю вариант, как будто я хочу пройти мимо, так заворачиваю, обойти, не встретиться с ним. И вот я уже сделал несколько шагов в трон, он кричит, эй, эй, подходит ко мне и говорит, я понял, что вот не надо так вот оценивать иногда благодарность свысока и даже цинично. Он мне говорит, вы знаете, три недели прошло, не могу забыть. Я ему говорю, мне дайте Михайлович, вы нам преувеличиваете, что особенно в этом? Он говорит, особенно это то, что уже два года из меня никто ничего не выжимает. Вот что значит артист. Это, конечно, было здорово. Прием. Ну, это там тоже есть, что вспомнить, любопытно. Потому что записываем кольцо, ну, так себе, мне, ну, не до конца, кажется, точно, что сделал. Второе записываем, тоже не до кольца, точно. Третье записываем. Он так повернулся, посмотрел на меня и говорит, вам, наверное, не очень нравится. Я говорю, по правде говоря, можно еще поработать вообще. Он говорит, ладно, давайте так, у нас будет еще смена, вот эти сейчас пропустим, а дальше я буду слушать абсолютно, что вам надо. И дальше записали по маслу. Так, потрясающе. Жареная оленина с бананами. Жаль, бананов нет. А вот копченая верблюжатина. Жаль, это займет много времени. А она вот-вот должна прийти. Приходит на вторую смену, я говорю, ну давайте вернемся к тому, что обещали. Записали три кольца, я замахиваюсь на четвертый. Он мне говорит, а четвертый я вам не обещал. Четвертый уже вместе делали. Это из разряда таких вот моментов, приятных общений. Юра, это, конечно, уникальное явление, совершенно уникальное явление. Когда я его еще не знал, ну театральные работы какие-то видел, киношные работы видел. Я как-то шел по улице, и мы уже познакомились. И идет Юра. Я только ему хочу сказать здравствуйте. А он так меня проходит и как будто не видит, не понимает совершенно. Я глянулся, смотрю, а он стихи бормочет. Он не видит никого. Он стихи готовит, бормочет стихи. Слушайте, это так здорово. Это такое... И вот когда приходит Юра и начинает невероятно сложную скороговорку, темперамент, синхронность. Последние полгода я из сил выбивался, чтобы получить для нашего агентства самый крупный за все время заказ. И сегодня в пять часов мы заключили договор. Восемь часов я иду домой вместе с вице-президентом. И он. Он мне сообщает вдруг, что я буду в этом отделе главным. Я вхожу в эту дверь. Хочу скорее поделиться с женой одной из самых важных новостей за последнее время. И тут она спокойно заявляет, что не собирается больше жить вместе со мной. И стоит ему сказать, Юра, хорошо, я еще лучше сделаю. Игорь Шибанов, это хорошая песня для меня. Это очень хороший артист, очень скромный человек, невероятно скромный человек, работоспособный человек, который мог удивлять. Вот ты ему ставишь какую-то задачу, ну, в соответствии с тем, что там на экране, он не сразу, но через некоторое время делает лучше, чем ты от него ожидаешь. Праздник. Это вот, когда артист... Ну, а у артиста имя. Артист популярен в театре первичной роли. Популярен не только в городе, а, наверное, и в стране. И когда какой-то там режиссер не террасортный, а творческий процесс начинает ему говорить, что не очень устраивает, то сначала видишь, что человеку неприятно, он обижается. Но вдруг человек включает, включает юмор по отношению к себе, к ситуации, в которой он находится. И говорит, да, еврей чего-то перенадеялся на самого себя. И после этого замечательно работает. Сегодня вы поклялись, что пациентка ела за час до поступления в больницу. И вы же 4 года назад поклялись, но ела за 9 часов до поступления. Ответьте, вы когда солгали? Яну. Эти врачи без суда отлично могли все уладить, но пришли в суд, стремясь доказать всем свою невиновность. А вы являетесь, чтобы очернить их, так как забыли события 4-х летней давности. Они солгали. Они солгали? Они солгали? Когда они солгали? А вы знаете, что такое ложь? Знаю, да. На этой вот карте вы поклялись, что пациентка ела за 9 часов. Я не это подписала. Вы только что сказали мне, что подписали это. Я, да, я подписала, но я не писала 9, нет. Ах, вот как? Не писали? Я написала цифру 1. Вы написали не 9, а 1. И вы и так хорошо это помните спустя 4 года? У меня есть фотокопия. Она у меня здесь. Я протестую. Вот когда такой характер встречаешь, ну это же праздник общения с человеком. Геннадий Петрович, это моя песня любимая. К сожалению, маловато работали. Это глубина всегда. Это всегда своя глубина. Прелестно. Ну хватит, мальчики. Жизнь слишком коротка. Что-то не пойму, он шутит или говорит всерьез. Фрэнк, я своими ушами только что слышал, что вам предложили две сотни тысяч. Солидная сумма. Что вы валяете, дурака? С вашей подмоченной репутацией. Все меняется. Это верно. Так бывает, но бывает и другое. Напомнить вам, как вас выгнали? Меня не выгоняли. Обвинения были сняты. Если бы вы хотели снова иметь хорошую практику, вы приняли бы это предложение. А в вашем месте я взял бы эти деньги и сбежал как вор. Не сомневаюсь. Ну что ж, дата заседания известна. Следующий четверг. Увидимся в суде. И потом, не знаю, вот когда вот дружеских отношений нет, но когда человека встречаешь и чувствуешь, что от него исходит какая-то теплота, это здорово. Это здорово. Женя Ганилина, ну начинал, у меня совсем молодой был, тогда еще хорошо работали. Отель Кабрэр подойдет? Да. Грасья, закажи номер для меня и бет, ладно? Я поеду домой и привезу ее. Только скорее. Да, мигом. Хорошо. Деньги у тебя есть? Да, а у тебя? У меня кредитная карточка. А где мой бумажник? А, держи. Я не бедняк. Спасибо. Чарли, будь осторожен. Кто посмеет нас тронуть? Мы же американцы. Сейчас он мэтр вообще. И сейчас тоже, что говорить-то? Хорошо работали, хорошо работали и не один раз работали. Приятные смены. Это очаровательно. Это обаяние, кроме всего прочего. А потом, знаете, вот когда в голосе у человека и женщина неповторимая, ну, абсолютно. Все женщины неповторимые, но многие скрывают. А тут, естественно и свободно выливается. Чарли, я нормальные люди, мы ничего особенного не требуем. Нам от вашей Америки ничего не надо. Мы хотим найти свое место в жизни и знать, что мы нужны людям. Черт вас возьми, мистер Хорн. Почему бы вам не вернуться в Нью-Йорк? Мало работали, но всегда с большей радостью. Ну, Сережа, Сережа, я начал с ним работать, он совсем только что институт закончил. Давно, я, кстати, что-то где-то вижу на экране, но так уже не могу понять. Он очень талантливый человек, невероятно талантливый. Мои письма в суде читали вслух. Фотографию моей жены хватал своими грязными руками Макбрайт, и все это потому, что юная леди перегрелась на солнце. Я знаю. Мне ясно, о чем вы попросите. Нужно освободить ее от уплаты 20 тысяч рупий. Верно. И если я соглашусь, англичане обо мне скажут. Этот индиец вел себя почти как джентльмен. Если бы не цвет его кожи, мы бы приняли его в наш клуб. Ведь вы для этого сюда пришли. Отвечайте. Да, все вы одинаковы, как видно. И я больше не буду иметь дела ни с кем из вас. Ни с кем. Ну, это мой артист. Понимаете? Это мой артист, когда я вижу вот его какое-то нутро, абсолютно точно совпадающее и с процессом работы, и с результатом. Вадим Васильевич от неспетой песни моя, что называется. Почему? Потому что Вадим Васильевич, он же, как вам сказать, я вот недавно где-то смотрю весь этот поток кинопродукции в каком-то хорошем сериале, ну, так сказать, увидел его роль. Это, я не знаю, это высший класс просто актерский. Там какая-то комедийная ситуация, сюжета не помню. комедийная ситуация, он играет такого человека, немножко, так сказать, не от первого сего, такого странновато, какого-то излишне, неестественного. И он единственное, что делает, одну шляпу женскую себя снимает, а вторую надевает. Вот это, это необыкновенный талант. Необыкновенный талант. А мне все время приходилось с ним драматургические роли играть. Он это может, и очень хорошо может. Но ему надо к этому было входить, входить. Я хочу сделать заявление. Прошу. Я верю в невиновность Азиза и дождусь приговора суда. Если его не оправдают, то я в ближайшее время покидаю Индию. А пока я выхожу из клуба. И поэтому я так думаю, что он на меня не злится, потому что, несмотря на моего выкручивания рук, он продолжал со мной хорошо работать. Вот у него, понимаете, какая-то острота есть в подаче всего, есть острота какая-то. Когда это попадает, это совершенно потрясающе. Энергия, питающая этот феномен, поступает от генераторов Элдриджа. Вы туда вернете, чтобы их выключить. Ничего я не стану для вас делать. Я боюсь, что у вас нет выбора. В некотором смысле, Гердек, вы это уже сделали. Я беседовал с членами команды Элдриджа. Они уверяли, что в 43-м именно вы выключили генератор. Это нет. Еще нет. Но мы знаем, что вы это сможете. Ваш организм дает нестабильность. Ваша рука. Молекулярные связи рвутся. Если дыру не закрыть, процессы будет лавина нарастать. И скоро вы вернете 43-й. так же, как ваш друг партнер. Ну, в крайнем случае, когда я его слышал, не видя, за стеной, говорит Черкасов, Черкасова, нет. Говорит Черкасов, я воскакиваю, это Татосов. Вот какие чудеса бывают. Ну, а что говорить? О большом артисте что говорить? Народный артист не случайно. Ну, Леночка, это, конечно, совершенно уникальное явление. Мы с ней учились параллельно и с института я очень ее хорошо знал. Это вот, это вот абсолютно не актриса. Вот актриса это актриса. А она не актриса. Она личность. Она вот в горах ее сердца первая работа, где я ее видел в Гевской работе, Хандамов, такой известный потом режиссер, снял свою учебную работу. И это вот началась ее звездность оттуда. После этого Никита Сергеевич увидел «Раба любви» и так далее. Вот когда она чувствует какую-то свою особенность в роли, ну, и в обломе и так далее, это, конечно, уникальное явление. В дубляже ей, я думаю, со мной было не очень легко. Если бы я уезжала, я взяла бы с собой все. Все свои вещи. Все, что вижу, что всегда под рукой. Даже мелочи. Иногда в газете печатают объявления по случаю отъезда продается. Как будто отъезд веская причина, чтобы все оставить. Бросить свои вещи. почему? Так не должно быть. Ну, я думаю, что я радовался. И мне стыдиться не приходится. Аж Лена и это есть Лена. Лена Петровна. Лена Петровна. Лена Петровна. На всех приете для вас главное доллар продажной шкуры. У вас ни стыда, ни совести. Ничего нет. Вагонки. Про Гурова там, наверное, нет еще. Вот такая совершенно замечательная актриса Лея Ивановна Гурова. Это вот те артюры, которые немного работали сравнительно, но которые были абсолютно артисты по сути свои, это у меня всегда абсолютно развалопиетет необыкновенный. Я помню Леша Алексея, ее супруг, записываю его, я говорю, ну что, берем? Он говорит, нет, тут немножко актера не хватает. Вот это и есть, когда человек самостоятельен абсолютно, и когда режиссер только радуется, когда это происходит. Ну вот это такого рода артисты, Людмила Петровна такая же, не случайно, они были вместе. Это, конечно, это труженица необыкновенная, которая сделала в одной картине, что же это было? Это какая же эта картина была? Где была такая суперзадача сложная поставлена перед актером, укладчик написал синхронный текст, примерно такая фраза, и тогда вышла твоя мать. Тогда она выйдет вашу мать. Ну и для того, чтобы это позвучало недвусмысленно, нужна пауза, а там ее нет. И она сделала это так, что вот все наши двусмысленные ощущения от этой фразы куда-то ушли, но это была ее работа абсолютно точно. И вот это, конечно, для режиссера подарок, когда так работает артист. Это огромный мастер, так сложилось всегда, что я с ним познакомился еще до работы с ним, как с актером. Он тогда еще только начинал, и как-то мы с ним случайно встречались и разговаривали про его работы. Но сложности были, были сложности, потому что это вот, наверное, те сложности, которые у меня как у актера были. Я не всегда понимаю, что я сделал. Поэтому были такие моменты, когда я говорил, что Сережа, что-то еще тут надо. А он говорит, что я иссяк. Были. Но, тем не менее, я вам скажу, что вот, ну, во-первых, он всегда хорошо работал, но вот он у моего другого, Коли Кошерова какая-то про Дракулу, вокала, картина. Он там сделал роль фантастическую для дубляжа, просто фантастическую. Я давно мечтаю побродить по улицам Великого Лондона, побывать в самом центре человеческого столботворения, участвовать в их жизни и в их смерти. Не у меня, но высший класс. Вот это моя беда, потому что я его искал, у него не, почему-то в телефонной книге был телефон, который не отвечал, я его года два искал, я видел его в театре, это не оторваться просто, это не оторваться, это вот тот самый талант, когда режиссеру делать нечего, в принципе, в принципе. И когда я с ним встретился, то уже, так сказать, это было на закате моей деятельности, я все время хотел с ним работать, потому что ну это не работа, а отдых. Потому что, когда человек соединяет своим умом и своей вот органикой человеческой, вот ту суть, которая нужна. Я же просил тебя звать меня Бранко. Извини, Бранко. Привет, Нэнси. Бывшая невеста. Они никогда меня не помнят. Привет. Привет. Значит, один взрослый и... Два взрослых. Два взрослых. Ай, два взрослых, ладно уж. И я сейчас смотрю, он замечательно читает. Иногда слышу за кадром его голос. И даже когда-то мне не очень интересен смысл от голоса не оторваться. Он очень хороший артист. Не очень, к сожалению, состоявшийся, потому что он способен на гораздо большее, чем ему удалось. Но я скажу, что вот он из тех артистов, так же, как Света Смирного, когда кино вот не очень дает много материалов, он пошел в Александрийский театр. И встал там, на место встал. Вот эта свобода сцены и свобода ощущения актерства поразительна совершенно. А кино, к сожалению, маловато давало. Но с ним был интересный момент. Я какую-то делал сказку эстонскую. Приехал режиссер, женщина. Я, говорит, хочу присутствовать. Естественно, потому что автор запретил. И был момент сказка. мультипликационный характер как бы речи у персонажей. Ну, то есть, нереалистичный. И работает Гелия Сысоев. Разделюшенький на всех! И Гелия Ивлева. Такая у нас замечательная актриса была. Взяли такого сюда из леса? И вот они у меня работают в этой сказке. Сидит это же... Записали первое кольцо. Автор картины говорит, замечательно! Я говорю, извините, пожалуйста, можем лучше. Потому что она воспринимает свою картину, а я знаю способности этих артистов. поэтому приходилось вот так вот нажимать на артистов. Но я думаю, надеюсь, что не были огорчены. с Олегом Ивановичем сложно, очень сложно, потому что... Понимаете, я, по-моему, пару раз с ним работал, и, как я им говорю, понимаете, Олег Иванович, для меня это величина необыкновенной просто на зрительской оценке просто это артист, не знаю, это вершина вообще. Вот Австоногова, там их было, так сказать, вершинная группа, он туда входил замечательно совершенно. И когда он видит, что я не решаюсь как-то от него что-то требовать, он говорит, так, штамп номер пять не прошел, берем семь. Ну, это совершенно замечательно, конечно, но потом, когда я увидел его картину Абдрашитовым сделанную, я, по-моему, в нашем кино ничего более сложного, нестандартного, вообще Абдрашида, режиссер. Абдрашида, абдрашида, он серьезный, абдрашида. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-o-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А-а-а! Я как-то его встретил, Гуалик Иванович. Я в потрясении абсолютно. И говорю ему нагло, вы, конечно, человек самостоятельный, и вы знаете всё, но вы этого режиссёра держитесь. Он говорит, я понимаю, я понимаю. Понимаете, для меня был очень интересный момент. Вот когда я пришёл на студию, только пришёл на студию, есть такой артист, Юрий Васильевич Соловьёв, актёр. Он закончил режиссёрские курсы и снял картину, сам снял картину. Герман там играл у него главную роль. Ненавиженно имела, так сказать, элита, наверное, студийно имела право. Ну, короче, картину разнесли. Так его биография режиссёрская кончилась после этого разноса. Но мне казалось, что это несправедливо. Да, вы можете считать, что у них шедевр, но там смысл есть. Там есть то, над чем подумать надо. И Герман там, по-моему, очень хорошо играл. Но вот после этого у него ничего нет. Нет уже ничего абсолютно. И человеку… Ну, вот я в первый раз пригласил его. Трудно, трудно, трудно. Но получаем результат. И я стал его звать. Ну, небольшие роли стал звать. Ну, зачем тебе все эти разговоры о женитьбе? А я… Ты же знаешь, он тратит все деньги на детей и живёт почти в нищете. Он работал очень старательно, работал очень ответственно. И потом я нашёл для него работу большую, уже приличную. Он вошёл, говорит, Валерий Георгиевич, я не буду работать. Я говорю, в чём дело-то? Работать роль-то вроде ничего. Это вот такой случай, когда человек говорит… Ну, вне ситуации абсолютно. И без претензий, и без каких-то двусмысленностей. Вы знаете, я знаю, как вы работаете. Я так не могу сделать, как вам надо. Ну, а после этого трагический конец. Как-то вот это… Ну, что вы говорите, да это же… Это же песня, это же песня. Я свободно говорю на любом языке. По-научному я полиглот. Я знаю английский язык, латынь, китайский. Так же знаю соловинный, кукушичий и попугайский. А так же львиный язык. Львиный? Ну, по-львиному я говорю в совершенстве. Как на своём родном языке. Арман Борисович, у него нет и не может быть плохих ролей, у него не может быть плохих мыслей, хотя он иногда говорит, такие философские обобщения на экране произносит, что задумаешься, но убедительно абсолютно всё. Со всеми работаю очень хорошо. Ну, кто-то, конечно, у каждого свои, так сказать, особенности и специфика. Я со всеми работаю очень хорошо, потому что у меня где сядешь, там и слезешь. Поэтому я с ними вместе проходил весь текст и добивался того, может, не всегда правильно, но добивался того, что мне было по смыслу надо. Благодарен всем. Ну, что сказать. Ну, каждый же опять несёт своё. Кто-то несёт что-то такое с тобой несогласное. Ну, не очень хорошо для меня. Были такие моменты. А в основном, после некоторого момента, когда поняли, что спорить бесполезно, то уже, так сказать, что называется, претензии не предъявляли, а работали. В общем, дружно. Дружно. Вот, конечно, вот этот мальчик, про которого я вспомнил вот в этом, там была огромная заслуга Бетти Юлина из звукооператора. Огромная заслуга совершенно. Потому что, ну, когда при всём таланте этого мальчика, которого потом разыскивали другие режиссёры, ну, не всегда же получалось-то. А ребёнок есть ребёнок. И когда я уже вздыхаю и не знаю, что делать, Бетти Юлина мне говорит, вы посидите. Подходит к этому мальчику и что-то такое домашнее. Мальчик снова в рабочем состоянии. Так что всё зависит от контакта с человеком. Даже как и Леонора Евгеньевна Казанская, например. Ей почему-то нравилось, что я хороший артист. И поэтому, когда я произносил какую-то одну фразу, чтобы смету экономить, она говорит, как здорово у режиссёра подъём настроение. Ну, я не всех не могу их оценить, не все работы их видел. Ну, я так думаю, если такие фамилии возникают, их не забыли. Значит, это что-то... Но что касается Хеси Лукшиной, я почему на ней остановился? Потому что, когда я ещё был очень неуверенный в том, что я имею право этим заниматься, то одну из первых моих картин послали... была секция в союзе кинематографистов, в секцию дубляжа. И они смотрели дубляжи, там собирались мастера, вот, которых вы назвали, наверное. Без нас, нас не вызывали. Смотрели и обсуждали. И был такой момент, мне рассказывала потом, вот, на одном из семинаров Мира Фимна, замечательный человек, литературный мастер, рассказывает мне, «А вы знаете, говорит, как мы с вами, как с режиссёром заочно познакомились? Значит, посмотрели картину, там сидит человек десять, пятнадцать, все мастера, каждый уже приготовил, что сказать? Вот, встаёт Хеси и говорит, «Ты что тут говорить, шедевр?» И заткнула, говорит, нас всех. И потом говорили, что на Лен-фильме есть я, а в Москве Хеси Лукшина. Понимаете, там есть одна вещь, я думаю, она и сейчас справедлива, если и занимаются закадровым переводом. Там суть в том, что если есть найденная интонация, а интонация какая должна быть? Человек не должен быть деревянным, как диктор, и не должен играть. Сейчас очень часто я смотрю, начинают играть, и хуже, чем играют артисты в оригинале. Это уже тихий ужас просто. А вот по молодости лет, я помню, были такие картины, когда я в какие-то моменты получал смысл от русского перевода, но я уже не замечал его, я слышал речь первоисточника. Это было очень здорово, но это очень трудно сделать. Ребята, живите дружно. Ага. Пока. 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 Пока.